Всем привет! Меня зовут Слава. Прежнему уходим в Шахайском университете политики и права. И вот в Китае наступил китайский Новый год, он же праздник весны, он же Чхунде. И в Китае начались огромные изменения. И давайте посмотрим, как на эти изменения реагирует наш университет, что происходит с нашим университетом и чего стоит ожидать, если вы поедете в Китай именно в это время. Итак, давайте посмотрим на основные места в нашем университете. Итак, сейчас мы находимся в нашем учебном центре, где проходит большая часть пар у всех учеников. Как вы можете заметить, здесь нет ни одного ученика, потому что все китайцы уже вернулись к себе на родину, домой, праздновать Чхунде. А многие иностранцы вернулись в свою страну, ведь у нас начались огромные каникулы, которые продолжаются примерно полтора месяца. Итак, сейчас мы находимся в супермаркете в нашем университете. Как вы можете заметить, здесь сейчас не так много продуктов, потому что завозов на Китайский Новый Год обычно нет, поэтому приходится выходить наружу и покупать что-нибудь там, потому что здесь, ну, сложно что-то купить на самом деле. Китайцы просто обожают баскетбол, и обычно на баскетбольной площадке просто огромное количество китайцев, которые играют в эту игру. Но на данный момент, как вы видите, здесь нет абсолютно никого, потому что все они давно и давно уже вернулись домой и празднуют Китайский Новый Год. Итак, сейчас мы находимся на почте. До этого почта была закрыта, но сейчас она уже открылась. Обычно на почте бывает огромное количество людей, но сегодня здесь не так оживленно, потому что Китайский Новый Год. Почему же именно почта? Почта приходит по ссылке, и многие люди заказывают вещи с Таобао, с Пойзона, с многих других китайских маркетплейсов они приходят именно сюда. Как видите, сейчас людей здесь совсем немного, что хорошо, потому что многие китайцы уехали домой и никого не осталось. Таобша рассказывал о том, сколько проблем возникает в Китае во время Нового Года, но тем не менее, есть и огромное количество плюсов, потому что у нас появляется очень много свободного времени, многие китайцы уезжают из Шанхая, и это говорит о том, что можно свободно выйти погулять, и на улицах будет не так оживленно, транспорт не будет стоять, будет много свободных мест в метро, и это является огромным плюсом при жизни в Китае, потому что обычно в Китае очень много людей, особенно в таких жилых городах, как Шанхай, Пекин, Шенчжэн и многие-многие другие. Но сейчас здесь абсолютно пусто, потому что многие китайцы поехали к себе на родину, в города поменьше, и здесь они просто зарабатывают деньги. Поэтому можно выйти погулять, покушать в красивых местах, и многое-многое другое, потому что сейчас это а, дешево, и б, очень удобно добраться абсолютно до любого места в Китае. Поэтому для путешествия по Китаю это, наверное, одно из самых лучших времен. Не стоит также учитывать то, что многие места все же закрыты, поэтому обязательно учитывайте это. Ну и также многие иностранцы вернулись, поэтому теперь в Китае не так много людей, поэтому обязательно учитывайте это. И давайте теперь подводить итог всего вышесказанного. Китайский Новый год может напугать как студентов, так и путешественников в Китай, но, тем не менее, Китайский Новый год – это отличное время для того, чтобы приехать в Китай, особенно в крупные города. Ведь многие возвращаются к себе домой, на родину, и в крупных городах остается не так много людей. Поэтому можно насладиться именно той самой атмосферой тех самых древних мест, в которых можно побывать. Поэтому я считаю, что Китайский Новый год – отличное время для того, чтобы приехать в Китай и для того, чтобы остаться здесь на Китайский Новый год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова